Здравствуйте, Игорь Витальевич. Расскажите, пожалуйста, недавно совершенно ввели закон ограничивающейся скорость до 50 км в час для езды в городе. Как действует этот закон? Как контролируется скоростной режим? Где и сколько камер установлено или планируется устанавливаться по-славянскому? Смотрите, да, закон действительно ввели, то есть, что он предусматривает, это снижение скоростного режима в населенных пунктах с 60 км до 50 км, и плюс, если раньше к административной ответственности привлекались люди, превышающие более чем на 20 км, тогда был предусмотрен штраф, то сейчас изменили эту планку до 10, то есть, рубая 50 плюс 10, да, после этого сразу же человек получает штраф. По поводу камер, на сегодняшний день автовидеофиксации в городе Славянске нет, мы подавали рекомендации в департамент патрульной полиции по поводу места их установки по нашему городу, пока мы все это все в процессе, когда они у нас будут установлены, никто не дает окончательного ответа, поэтому на сегодняшний день скоростной режим у нас, так называемый, не контролируется. То есть, это все на совести водителей получается? Да, это все получается на совести водителей, вернее, мы-то его можем контролировать, но у нас нет прибора, с ума ска, который мы можем доказать повышение скорости. Но как обстоят в целом дела с безопасностью движения в городе, обновления пешеходных переходов, лежачие полицейские, какие кардинальные, может быть, новшества планируется ввести в отношении? Смотрите, на сегодняшний день, еще в прошлом году, в конце года, мы подавали рекомендации по обустройству пешеходных переходов новыми дорожными знаками с улучшенным качеством светоотражающей пленки, плюс желтой каюнкой. То есть, видимость знаков намного увеличивается. А куда вы, извините, подаете такие рекомендации? Мы это все рекомендации пишем на местного голову Владимира Чаляха. То есть, согласно этих рекомендаций, было до нового года закуплено 30 комплектов новых дорожных знаков, которые будут устанавливаться на различных пешеходных переходах. Это у нас по улице АВЦ Тихова будет там, возле школ будут обновляться все дорожные знаки. Центральный район Артемов будут обновляться дорожные знаки. Плюс к этому всему было вынесено достаточно большое количество предписаний на восстановление освещения. То есть, у нас уже много мест, где сделали хорошее освещение пешеходных переходов. То есть, это пятая школа, там полностью провели капитальный ремонт. Это улица Свободы, где люди выходят на остановки, идут на масложек, там где проживают. То есть, там тоже свое освещение было сделано по улице АВЦ Тихова. Это возле магазина Хуторок, там где на заокруглении опасный пешеходный переход. То есть, туда будут установлены новые знаки. Тоже освещение было сделано. Плюс было сделано новое освещение на поворотном микрорайоне Химик. В принципе, по новым введениям, которые планируется сделать в этом году. Я думаю, многие уже слышали о таком проекте, как капитальный ремонт дороги, начиная от трассы Киев-Харьков-Должанский до выезда с Кавнаторска. Это было запланировано на этот год, капитальный ремонт. Мы плотно общаемся с проектантами, которые делают этот проект на этот ремонт. Мы подавали туда рекомендации свои, которые должны включиться в этот проект. Основная рекомендация – это установка светофорного объекта на химике проводная, которая очень наболевший вопрос. Внедрение кругового движения на площади мира. Это уже в этом году планируется? Планируется, да. То есть это внесено в рекомендации в проект. Проект разрабатывается. Он, естественно, так как нам 17 сентября передали многие функции от бывшего ГАИ, то есть эта вся проектная документация будет согласовываться у нас. Поэтому мы будем видеть, что они туда внесли, и, естественно, мы можем его корректировать. Плюс мы еще давали рекомендации по строительству островков безопасности по этой же улице. Ну, опять же, это все проектанты будут замерять, уточнять, возможно ли сделать, то есть позволяет ли ширина поезжей части. То есть все это разрабатывается. Я думаю, изменения по этой дороге мы увидим в этом году. По крайней мере, я надеюсь на это все. По поводу лежачих полицейских. Смотрите, были восстановлены в прошлом году лежачие полицейские по улице Свободы, которые были очень давно повреждены. Не могу сказать точное количество, но будут закупаться новые лежачие полицейские, устанавливаться на опасные пешеходные переходы. То есть уже в местах, естественно, это все будет насосовать. Плюс на улице Бакзальной возле школы, с одной стороны, так как там было ему закончено, установили, с другой не успели, потому что там что-то с ремонтом дороги. Поэтому не были они установлены до зимы. Проходят ремонты дорог, становится как бы покрытие лучше. И в связи с этим бывает, в общем, превышение скоростного режима наблюдается на некоторых из них. Вот в частности улица Шелковичная. Там находятся такие посещаемые места, химический техникум, потом рынок, торговый центр, ярмарочный. Как планируется осуществлять контроль на таких новых дорогах? Фото-видео фиксация планируется с дня основания патрульной полиции. Но сказать, когда она будет, я не могу. По поводу контроля. Контроль единственный, это экипажи патрульной полиции, которые патрулируют город. То есть это единственный контроль, который на сегодняшний день реально мы можем осуществлять. По поводу улицы Шелковичной. На данный момент мы вынуждены принудительно заставлять водителей снижать скорость. Поэтому, я думаю, уже в этом году будут установлены лежачие полицейские возле ямы ночного. То есть уже там было принято решение на комиссии по безопасности дорожного движения. То есть все одобрили все. То есть в этом году они должны будут там установлены. Как полиция планирует реагировать на состояние, на качество дорог? Дороги ремонтируются, но не всегда качественно. И можете ли вы влиять на городские службы? И как действовать водителям, которые попаривают ДТП по вине дорожных служб? Смотрите, влиять на качество, к сожалению, мы никак не можем. Мы писали письма по поводу того, чтобы как-то нас включить в комиссию по приему дорог. Но нам, естественно, отказали. Так как прием дорог идет какой-то там специализированная компания, которая участвует в тендере, она выигрывает, и она контролирует это качество. На сегодняшний день именно качество мы не можем контролировать никак. По поводу, что водители могут делать, если вот из-за некачественной... Смотрите, если водитель попадает в ДТП из-за некачественного отложного покрытия, то есть он звонит на ступа, приезжает экипаж патрульной полиции, оценивает ситуацию. Если да, действительно, что причиной ДТП есть та же яма на дороге, то есть патрульные составляют схему ДТП, акт огляду миссии ДТП, и передают уже эти материалы к отделу безопасности дорожного движения. То есть и тогда инспектора уже занимаются привлечением к ответственности ответственных лиц. То есть мы составляем протокол, передаем его в суд, и суд уже принимает решение, виновные ли коммунальные службы или нет. Скажите, были ли такие случаи в прошлом году? Сейчас я вам могу сказать, сколько у нас за прошлый год. Было составлено 4 протокола по таким вот случаям, где в ДТП были виновны коммунальные службы. Естественно, мы периодически проводим сами контроль уличной должной сети и привлекаем к ответственности коммунальные службы. У нас же тоже в законе прописано, что если они не могут устранить, то есть они должны предупредить. То есть, как вот сейчас делали по улице Банковская, дорога в очень ужасном состоянии, но они ничего на данный момент сделать не не могут. То есть были установлены дорожные знаки, предупреждающие водителя о том, что участок очень раянинка. Все мы ждали, что его в прошлом году должны были сделать. Скажите, пожалуйста, из этих четырех случаев попало ли что-то, какой из них в суд? Было ли доведено оно до конца? В суде, да, они все были. Но, скажу честно, суды почему-то признают невинову коммунальные службы. То есть, учитывая то, что нет финансирования, они принимают этого внимания. Функции ЖГИ, они перешли как в экипажи, которые патрулируют. Да, понятно. То есть, уточню, я хочу. По поводу отдела безопасности дорожного движения, который передали функции с 17 сентября. То есть, в эти функции вошли. Это согласование маршрута перевозки опасных грузов, выдача разрешения на перевозку крупногабаритных грузов. То есть, сопровождение охраняемых лиц, автобусов с детьми. То есть, согласование маршрута перевозки детей. То есть, в принципе, вот эти все функции, которые были административными, и передали, в принципе, на зря. А еще нам также передали контроль за пассажирским перевозком. То есть, техническое состояние автобуса. То есть, вы можете останавливать автобус и проверять техническое состояние. Естественно. То есть, у нас постоянно мы проводим, как совместно с лукотрансиспекцией проверки, так же и сами мы выезжаем. То есть, останавливаем, проверяем, привлекаем к ответственности водителей за нарушения. То есть, основными нарушениями это есть переоборудование, То есть установка дополнительных мест для сетения пассажиров. Поэтому привлекаем к ответственности. Сейчас очень многие водители ездят в хентризом состоянии, убивают других людей. Есть ли предусмотрены или здесь какие-то функции патрульной полиции в этом случае? Смотрите, на сегодняшний день патрульная полиция может останавливать автомобиль. То есть согласно тем пунктам, которые поделены законом. То есть 9 причин для остановки. И просто так остановить автомобиль мы не имеем права. У нас, даже исходя из этих правил, все равно очень много выявляют водителей в состоянии алкогольного опьянения. У вас есть для этого все необходимые тесты? Да, конечно. То есть смотрите, если есть подозрение на то, что водитель управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, то ему придурается пойти на месте, есть сертифицированный прибор. Или доставляем на полу. То есть все, как пожелает водитель сам. У вас есть желание обратиться к нашим водителям? У меня только единственная просьба. Соблюдение правил дорожного движения, да, и уважение друг друга на дорогах. То есть даже если водитель понимает, что он 100% впал, лучше где-то уступить. Тем же самым пешеходам, да, я стою, потому что у нас пешеходы переходят дорогу в неположенных местах. Тоже с этим сейчас стараемся, боремся. Уважение друг другу на дороге. Продолжение следует...